Здравствуйте! Сегодня Игровед расскажет вам о настольной игре Новый Свет. В ней вам предстоит улучшить свое благосостояние, снаряжая морские торговые пути в Испании 16 века. Игра поставляется в небольшой коробочке и состоит из двух стопок карт и пары горстей жетонов. При подготовке стоит перемешать колоду карт развития и выложить на стол 5 штук. В перпендикулярный ряд необходимо выложить три карты из колоды ресурсов. В пустое место помещаются жетоны дублонов, жетон главы торгового союза и стопка жетонов событий. Каждый раунд в партии будет состоять из четырех фаз. В фазу события игроки выполняют события, указанное в левом нижнем углу, на самой левой карте развития. Описание всех событий приведено в правилах. Однако в первом раунде эта фаза игнорируется. На море штиль. В фазу поставки каждый игрок получает по пять карт ресурсов. Затем сверху колоды открывается столько карт, сколько каравелл уже находится под контролем игроков. Игрок с наименьшим числом на одной из них выбирает из этого количества карт столько, сколько у него кораблей. Затем то же самое делает следующий игрок. И так далее. Затем начинается фаза торговли. Владелец жетона Великий Торговец выбирает, сколько карт будет выставлено на торги в этом раунде. Две, три или четыре. Каждый игрок выбирает такое количество карт с руки и кладет их на стол. А затем они одновременно вскрываются. Глава торгового союза выбирает себе любую карту, кроме своих. И либо забирает ее на руку сразу, либо меняет на любую карту с рынка. Игрок, у которого взяли карту, делает такой же выбор следующим. И так продолжается до тех пор, пока не будут разобраны все карты на столе. При этом между двумя игроками не может произойти более двух последовательных сделок. Если после торгов у кого-то оказалось на одну карту меньше, то глава компенсирует эту потерю, отдав ему любую карту из своей руки. Наконец наступает фаза развития, а первого игрока в ней определяет Великий Торговец. Игроки по очереди собирают комбинации из карт, оставшихся у них на руке. Комбинации из трех или более одинаковых карт позволяют игрокам приобретать карты развития. Среди таких карт встречаются каравеллы, увеличивающие доходы игроков при торговле, а также огромное количество специальных карт. Все они подробно описаны в правилах. Комбинации минимум из четырех разных карт, образующих числовую последовательность, предоставляют игрокам дублоны, они же победные очки. Чем больше карт в такой последовательности, тем больше очков получат игрок. Особое внимание стоит уделить картам реликвий инков. Они могут быть обменены на дублоны сами по себе, или же заменить абсолютно любую карту в комбинации разных ресурсов. В конце фазы развития все карты сбрасываются, и начинается новый раунд, а завершится игра в одном из трех случаев. Один из игроков набирает 75 или более дублонов. Тогда в конце раунда побеждает игрок с наибольшей суммой. Один из игроков собирает идеальную комбинацию, то есть карты от 1 до 9 и реликвия инков. Собравший такую комбинацию игрок немедленно побеждает в игре. Или же игра подойдет к концу, когда нельзя будет дополнить ряд карт развития. Победит набравший больше всех дублонов. Новый свет — интересная карточная игра, которая предлагает сразу три варианта победы и еще большее количество способов ее достижения. Субтитры создавал DimaTorzok